Так, можно построить арсенал. Ребят, привет! Продолжаем играть Безумного Макса. Мы выполнили проекты в крепости Джита. Арсенал можем построить. И нужно раздобыть большую груду лома 1500. Вот, он нам подкинул задание. Нужно установить требуемые улучшения для мастера в гараже. Потом найти селитру, найти... Что-то еще найти. Для того, чтобы порох мы могли здесь... Делать для оружия. Пороховую ферму они хотят создать. Нашли человека, который владеет вот этой вот технологией. Этими знаниями. То, что ты для нас сделал, даже не знаю. Короче, нас поблагодарили. Благодаря этому мужику и свинцовый... Мужику, который вот... Свинцовую ферму построит. Он у нас владеет этими знаниями. Здесь у них построены какие-то лачуги. Лачуги. Пэтер Антас теперь выглядит намного лучше. Видите, в Риме есть где спать. Что-то они тут соорудили. Благодаря нам, что мы раздобыли... ...важные материалы для проекта. Давайте установим здесь у нас арсенал. Закончим. Последний проект. Будем уже искать лом. Для оставшихся... ...проектов. Не знаю, для чего-то им нужен лом. Еще пятьсот всего. Еще тысячу раздобыть нужно. А, ну вот у нас было. Мы сюда скинули. Тысячу еще надо раздобыть. Пятьсот скинули. Арсенал где-то наверху. Потому что у нас есть... ...материалы для этого. Нужно сейчас построить арсенал. Так, утель, жаратва, порог, да ты сделана с богачами. Но они вот уважают его. Они так говорят. Они не только благодарные. Такое чувство, что они бы не против, чтобы у них лидер сменился. Он уделал вот этот вот жид. Просто так сидел на кресле. И ждал, что за него кто-то сделает эту работу. Конечно, им нужен лидер, но... Конечно, нужно, чтобы лидер остался жив. Но неплохо было бы, если бы он выходил на разведке. В главе с какой-то группой, да, и искал что-то необходимое. Судя по тому, что они только сейчас ожили, ничего такого не делал. Походу дела, боялся, что его убьют. Да, обстоятельства и мир очень агрессивен. Ничего удивительного, что он боялся. Но он создал это место, и... В своем лице он хотел защищать этих людей. Но они не чувствовали себя в безопасности. Судя по тому, что они нам говорят. Потому что я думаю, что ему придется суровую реальность принять Жиду. Он нас, наверное, смерть хотел отправить. Хотел, чтобы мы раздобыли для него материалы. Заключил с нами сделку, да. Но он не ожидал, что настолько, скажем, умный и сильный человек ему попадется. Он, может быть, слышал какие-то слухи о нем, но на деле увидел, какой он человек. И мне кажется, мы увидим еще катсцену, где он будет делать так, чтобы люди усомнились в нем. Потому что люди хотят видеть его своим лидером. У меня такое чувство сложилось. Но еще мне сложно говорить здесь, много комментировать. Потому что они постоянно тоже что-то говорят и перебивают меня. Я теряю мысли. Вот у нас арсенал. То есть он умеет делать что-то руками. Он не глупый человек. Не только одной яростью, так скажем. Решает проблемы. Логикой. Разумом. Все продумывает. Выжил бы он в одиночку отбивать эти лагеря. Нет, конечно. Он все это продумывал. Я думаю, что не один день. Не только благодаря информаторам он наблюдал за этим всем. Какие-то шаги просчитывал. Ну и запасался материалами, горючими, патронами. То есть... Я думаю, что такому человеку доверят свою жизнь. И не один. Много, думаю, людей выйдут вперед для того, чтобы и встать в защиту перед этим человеком, который для них все-таки сделал. Он попросил, как убежище, чтобы его впустили в крепость. Заключил сделку, что он разберется с пастью. Он хотел свою машину отремонтировать. Но нужно было место. А еще какие условия были у него? Неужели это все? Я, по-моему, забыла. Если это все, то получается, что бескорыстно практически. Только ночлежку попросил здесь. Чтобы ремонтировать свой автомобиль. И такой, конечно, уж он бескорыстный, да? Но тоже на что-то жить нужно, если у него какие-то свои цели, своя мечта есть. Но, в общем-то... Смотрите, он приехал и сразу же жизнь забурлила здесь, в крепости. А этот сидел на своем кресле и ковырялся на суху. Ждал погибели. Что там вообще с этим Джитом? А, это вот, которые... Слышно, будешь Гастауни, полюбуйся и на сияющего Крикуна. Что еще зрелище. Ладно, я не могу комментировать здесь, потому что они постоянно что-то болтают. И меня сбивают. Не знаю, возможно, Джит съедет с катуши, когда у него все их под контролем выйдет. Тоже решить здесь силу свою продемонстрировать, кто, типа, все здесь основал. Ну, не знаю. Просто какой-то истеричный персонаж. Легко, мне кажется, впадает в ярость, в гнев. Может, не контролировать свои эмоции. Но пока мы не видели в полной мере, как он это демонстрирует. Но я видел, как он с нами общается. Я не вижу, что он на 100% уверен в себе. Такого человека, как Джит, может элементарная сплетня какая-то смутить. То есть вывести его из равновесия. О чем можно говорить? То есть я не вижу в нем лидера, который сможет... ...сдержать... ...целости и сохранности этого места и защитить этих людей. Такое долгое у нас начало вовсе. Что-то говорю. Говорю мысли. У меня все никак не закончится, да? Что мы делаем? Архангел. Миссия классика пустоши. Да как это? Неужели еще не закончила это задание? То есть улом нужно раздавать. Дорожный щит. Ну вот с щитами сейчас они... ...более сложные враги, да, попадаются нам теперь. Голопостями жители пустоши прозвали скопление старых витряных турбин, когда-то доминировавших над заливом. Обветшалые оставы служат мрачным напоминанием о том, как тщетны все потуги человечества. Глядя на это, ничего другого в голову и не приходит. Сами сделали все своими руками. Что говорить? Так, теперь с нами пёс. Когда-то этот пёс принадлежал члему Острусу. Он один из немногих собак, которые еще не съели, был кончей гордостью члему. Но когда Макс победил пса на крыше земледвига, разъяренный члему выгнал зверя в пустошь. Наверное, смерть. И теперь он будет помогать нам искать мины. Не знаю, когда мы щит прокачаем. Да что, у меня все новое и новое появляется. Все прочитанное сделаете, мне надоело. По идее, смысл мне заново это все открывать? Если я это уже нахожу и считаю сразу же... Он маячит что-то здесь. Прокачу. Макс. Тебя прокачивать будем? Приобретите навык парирования, а так с оружием, чтобы получить доступ. Почему? Так. Еще что-то новое. Так, у упавшего врага можно быстро добить оружием ближнего боя. Потратила я лом, который мы должны копить для проекта. Ну, не для проекта, а там нужны тысячи лома еще. В крепость житта принести. Знаете, я смотрю. Нам нужно селитру искать. Еще что-то. Например, цель задания пустоши. Первый источник селитры. А это район, который мы еще не активировали. Здесь у нас есть лом. Перемещусь я туда поближе. Сейчас еще, наверное, активируем один район, думаю. Сейчас опущу места, где мы лом еще не разобыли. Когда потратила все патроны, так и не смогла разобраться с... С конвоем. Давайте доедем сюда и не знаю, что делать с минным полем. раскрытая подземная убийца. Дин Кидейх. Должен усчуять. Ну, а как он их учует? Конвой целая куча машин Блин, так они не дают мне покоя У меня есть патроны в дробовике Уровень угрозы пониже, наконец-то Так, украшение на капот Победив лидера, конвой Макс может забрать Свою машину украшения на капот Так и сделаю Так, секундочку Да что такое Ааа, целая банды выбралась из твоих машин Ну вот так вот Хорошо мы начали свой день в игре Камнями бросается у нас Ну вот и все В любую машину можно забирать Хорошо Я вот накопила патронов Что-то мы можем забрать себе, мне сказали Так Так, вот украшение на капот Установить Установить Впереди Сзади Впереди у нас есть Это каска сварщика что-ли Угар такой Как будто фляга для накопления воды висит какая-то Прибилетка Короче, вот так вот Все хорошо у нас получилось Ладно, с этим конвоем мы разобрались Реликвия прошлого лом Ну вот минное поле Вот давайте заедем сюда Как обыскивать минные поля Что это такое? Здесь машина взорвалась Только что Ну и что мне делать с этим? Я не знаю Так Вот сюда я ехала Место поживо Вот Вот он могучий вихрь Так Застряла Непрочный засыпанный остров И в ту сторону что-ли надо ехать В ту сторону что-ли надо ехать Лом 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 Вот так вот Не знаю я тогда по-моему не нашла здесь реликвия А У меня есть патроны в дробовике Помните я хотела замок отстрелить? Сейчас попробую туда съездить Сейчас еще раз Пока патрончики есть Что-нибудь для нас Чисельщики 5 единиц лома Что для нас тут? О Не знаю я Не знаю я Чисельщики 5 единиц лома Что-ли А с другой стороны им дверь оторвать? Ух 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 Так, ремонтирую, а я пойду соберу. Еще там что-то было. Надо подлечиться. Сейчас при удобном случае наберем воды. А ты откуда вылез? Там в машине был не один, кроме водителя, еще кто-то был. Машина исчезнуть успела, пока я с вами дралась в блинский блин. Нет, вот что-то тут. Трофеи подобрали. Хорошо. Куда ехали, туда и едем. Значит, что делать с минным полем. Да, туда едем. Я лом искала. Эстапажи вы сейчас осматриваю. Далее, что у меня там осталось в этом районе? Тут часть проекта какая-то. Тоже место поживое. Место поживое. Тут я была. Тут лом. Тут тоже была. А, это в лагере. Следующий район. Активируем. Тут целая территория. Мы сюда приедем. И далее уже по порядку. Будем осматривать. Тут есть места для нашего задания. Цель задания пустоши. Источник селитры. Вот три местонахождения, которые нам нужно обыскать. Сейчас закончим вот с этим. Где не были, там где у нас лом. Остался. Сюда приеду, попробую отстрелить замок. Я не знаю, как там. Знаете, это место у меня не получается. Какой удачный улов у нас сегодня. Половина игры-то пройдем сегодня. Думаю, надо записаться. Так, мы к месту поживо едем. Так, это еще одно минное поле. А нет, это патруль. Хорошо. Хорошо-то как мы с ними. Что он сейчас съел? Никогда не видно, блин. Ящерицу ли он? Траву там отрывает какую-то? Жуков или чего он там нашел в песке? Ну ладно. А, ну, в общем, мы приехали. А-а-а. Как здесь у нас обитаемое место. Идеальное парирование. Удерживать еще что-то можно. О-оу. Ты опять отправился в долгой иллюстрации. По глубинам разума ты в порядке? Рулить сможешь? Он с автомобилем разговаривает. А я думаю, он за нас переживает, что услышал выстрел. Но как же. Он больше за Архангела переживает. Набрать лады. Вот еще есть какой-то тайник у них. Тут выгребная яма у них. Я сюда отходы сбрасываю. Фух. И кознетка вот. Опять меня мурашками все покрыло. Когда я так тщательно представляю это, как наяву. Фух. Доберемся до сюда. Сейчас все обыщем. Фух. 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 Кто по нам соскучился? He's carrying some tik-tok time bomb on the back there! I hate you! 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 It's not the grand mojo, what sits on the hood! I hate you! 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 Еще один кого уничтожит, что ли? Ну, куда поехал вообще? Здесь вот. Сейчас проеду здесь. Туда дальше поеду. Оторвали колесо. Он сразу выбрался из машины. Даже не стал пытаться. Вижу кугла, кстати говоря. Надо доехать на нем сразу. Уровень угрозы один. Не менее 15 идей, все равно мне надо повернуть пару деталей. Далее. Куда мы направились там? Можно на машине, можно выйти по настроению. Можно так, можно так. Из них вываливается. Когда мы их машиной давим. Лом. Не всегда, конечно. Ну. Бывает. Про запас, бензинчик. Пока не забыла. Целая куча лома. Дальше поехали. О, небесная горелка заработала. Так. Непрочные ворота. Оттуда вышло ясное солнышко. Принцесса там пряталась. И вот еще друзья. Пока я в ярости. Быстрей, быстрей, быстрей. Не успеешь. Не успею я. Для вас еще осталось в ярости. Ну вот так вот. Разобрались. И что же у вас там такое интересное, девчонки? Лом. Свежих продуктов нет, только консервы и бакалея. Ух. Подкрепимся чуть-чуть. Правда. Жизни у нас почти на полное. Но... Что добру пропадать? Правильно? Да. Я так думаю. То есть они каждый раз эту дверь закрывали. Закрывали, закрывали. Они же все равно должны были как-то уходить отсюда. Ладно, дальше у нас здесь есть лон. Поехали. Отсюда виднеется что-то красное. Думаю, красота находится. Да-да-да. Что-то меня никто не встречает. Как же славного Максика никто не встречает. Берегись враги. Ну, может быть, им нужно беречься-то от нас. Все удачно складывается. Уж с маленькими отрядами он точно справится. Ничего в этом страшного для него нет. Ну, вот в замкнутом пространстве это посложнее будет. Нас окружили. Свернул шею. Это жесткий мужик, конечно, Макс. Хоть он не такой дикарь, как они, но он все равно жесткий мужик. Хорошо, когда такие ребята на нашей стороне. Как Макс. Так, что произошло? Кто здесь живет? Что за бомж там в мусоре спрятался? Ну-ка выходи. Так, а мы пришли отсюда. Там еще что-то пропустила. Или тут из двух сторон вход? Да, с двух сторон. Тогда давайте выйдем с той стороны, я посмотрю, что с той стороны. Там еще шухер, шухер. Кого ты зовешь, там уже всех твоих побили. Кого-то он пытался крикнуть. Да? Сюда? Ой. Да. Что-то какой-то путь ты мне сделал через другой район с километровый. Что, никак сократить нельзя, что ли? Он по дороге нам, навигатор свой. Пронавигировал. Маршрут свой проложил. Больно далеко там нам объезжать. Нет, здесь мы были, здесь было много снайперов. Но разведывательный у них здесь пункт. О, здесь мы не были, здесь у них мини-лагерь. Мы хорошо сюда заехали. Тут стреломы есть. Может еще из них что вывалится? Головой об стену. Офигеть. Ну да, можно уже не удивляться. Кого-то мы только начали играть, да? Он все яростней-яростней становится. Я же ему прокачиваю пьемчики эти. Может еще кто остался в лагере, нет? Поздно я дубинку-то подобрала. И для нас лома собрали, а мы сюда пришли и ограбили их. Снайпер остался. Я думаю, что здесь такое блестит, думала еще лом. Слушайте, а это чего? Это такое, скелет что ли какой-то? Или это ржавчина уже обрушилась? Похоже на кости было. В кости какого-то огромного животного. Еще такую музыку таинственную здесь сделали. У него по-любому какая-то мистика. Но нет, у нас Макс сам мистика. Таинственный персонаж такой. Что в его голове творится, что он в такую ярость впадает. Что ему там грифа подмешивает в порошке, что он в такую ярость впадает. Аркоман несчастный. Так. А вот здесь мы не были. Тут какой-то проезд. Здесь снизу арка. Что-то интересненькое. Смертельная гонка. Доступно. Не, не хочу. Или хочу. Да фиг знаю. Так, мы приехали за ломом, а потом меня куда выбросит. Опять сюда сто лет ехать. Нет, давайте сначала лом соберем. Потом прокачусь, может, один раз. Так нет, к нам едет ордовоина. Да, больше, пока. Да, больше, потерпеть. Да, 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 ты крутой, крутой ты! И ты тоже крутой, вылази давай. Ну иди сюда, ну выходи уже. Подзарвись. А ты чё, живой что ли остался? А, вы тут доживёте недалеко, да? Неростное убийство, ну хотя бы они не мучаются. Нет, он ещё жив, мучается. Еда, 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 еда ползёт, еда, жидчок ползёт. И уполз, но у нас всё равно жизни полностью. Из-за того, что я с ними разбирался, кстати, лом взорвался. И мне теперь ничего не перепало. Ну что ж, нужно сразу собирать. Тут у нас часть проекта и лом. Но здесь я уже для водохранилища собирала и лом где-то оставила. Отстань. Что с ним такое? Он теперь дёргается. Так, сюда приехал ещё один друг. Да ты заколебал, блин. Дёргаться. Дёргаться. Вон ты куда спрятали. Не найти. Вот по вашей свалке тут бродить, ходить. Здесь, что ли, где-то наверху. Вот. Где продолжение банкета? Наверх как-то забраться. Вот ещё. Вижу лестницу. Так. Там мы были. Всё. Всё собрали. Возьмё. Всё.